Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мельзиёев провел совещание по вопросам обеспечения устойчивого функционирования и последовательного развития транспортной сферы. Из-за пандемии коронавируса транспортные связи по всему миру практически прекратились. Компании и отрасли несут серьезные убытки. Как ожидается, одна только гражданская авиация потеряет 113 миллиардов долларов к концу этого года. К настоящему времени отечественные транспортные предприятия понесли убыток в 340 миллиардов сумм из-за карантинных ограничений. И эта цифра еще увеличится до стабилизации эпидемиологической ситуации. В связи с этим в отрасли принимается ряд мер по смягчению воздействия пандемии, экономической поддержки предприятий. К примеру, наиболее пострадавшим от карантинного режима акционерным обществом Узбекистан Airways и Узбекистан Airpods предоставлена отсрочка по кредитам на 122 миллиона долларов и налоговые льготы на более чем 60 миллиардов сумм. Из антикризисного фонда предоставлены беспроцентные суды в размере 50 миллионов долларов США в качестве оборотного капитала. На совещании обсуждены вопросы обеспечения устойчивой работы транспортной сферы в новых условиях. Перед Министерством транспорта поставлена задача разработать бизнес-модель по преодолению последствий пандемии для АО «Узбекистан Airways» и «Узбекистан Airpods». Даны поручения по выходу на рынок грузовых перевозок по маршруту Европа-Китай, оптимизации текущих инвестиционных расходов. Затронуты вопросы привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации в целях усиления конкуренции, передачи «Узбекистан Airways» в управление престижной зарубежной компанией. Планируется объявить тендер на модернизацию аэропортов, перевести международные аэропорты Адинжана, Бухары, Ургенчи и Карши в формат государственно-частного партнерства. На сегодняшнем совещании президент поставил очень много целевых задач, так как мы на сегодняшний день не до конца пользуемся нашими возможностями. Нам было сделано замечание, что наш потенциал не используется в той мере, в которой мы могли бы это делать. Поэтому у нас есть большие резервы, которые мы должны на сегодняшний день реализовать. Что касается аэропортов Узбекистана, мы должны в первую очередь развивать авиационные грузовые перевозки. У нас потенциал в два, в три, даже в пять раз увеличить данные возможности. Плюс мы должны уже обращать внимание в сфере аэропортов на основную, это не авиационную деятельность. Для развития, естественно, сферы услуг. Мы должны рассмотреть предоставление государству частного партнерства, то есть аэропорты предоставить в концессию на внешнее управление. То есть тем самым мы увеличим качество сервиса, предоставляем услуг, ну и соответственно объемы только будем увеличивать. Большой был сделан акцент на цифровизацию, в связи с тем, что пассажиры, придя в аэропорт, не будут иметь контакта с персоналом, а будут на автомате прямо дома обслуживаться через телефон и аэропорт будет проходить все через онлайн режиме. Во время пандемии резко возрос спрос на железнодорожные перевозки. В частности, доля железных дорог в международных грузоперевозках увеличилась с 75 до 87 процентов. Это прекрасная возможность увеличить количество клиентов за счет повышения качества услуг и снижения затрат. Однако устаревание основных средств в системе Узбекистон-Темирюляры, обилие непрофильных активов в структуре общества затрудняет развитие основной деятельности. Компания также имеет 34 крупных непрофильных предприятия. В связи с этим даны указания по оптимизации непрофильных предприятий в составе Узбекистон-Темирюляры, совершенствованию механизмов тарифообразования, обновлению вагонного и локомотивного парка. Президент обратил внимание на выполнение всех предыдущих поручений. В период пандемии объемы перевозки народно-хозяйственных грузов увеличились в апреле месяце до 30 процентов. И мы надеемся, что рост объема грузов будет расти. Основной задачей нашей является обеспечить качественную доставку и ускоренную доставку грузов, сократить сроки доставки, обеспечить гибкие тарифные системы. Это и в транзитных перевозках, это и в перевозках экспортных грузов, и во внутреннем перевозочном процессе. Со стороны нашего президента поставлена перед нами задача в несколько раз увеличить чистые прибыли, которые будут направлены, естественно, на развитие инфраструктуры железной дороги. В направлении пассажирских перевозок тоже поставлены задачи о том, чтобы рассмотреть вопросы увеличения объема населенности поездов. На сегодняшний день поезда обращаются в 50% населенности. Это требование карантинных мер. Но эти меры постепенно будут облегчаться. И мы будем давать предложение о том, чтобы довести до 100% населенности данных поездов. На совещании уделено внимание поддержке предприятий, осуществляющих международные перевозки грузов автотранспортом. В результате реформ за последние три года в нашей стране количество транспорта, используемого в международных грузоперевозках, увеличилось в три раза. Доля отечественных предприятий во внешней торговле с 37 до 48%. Определены меры по дальнейшему увеличению количества отечественных перевозчиков и повышению их доли во внешней торговле до 60%. Отмечалось, что один грузовой транспорт может обеспечить работой до пяти человек, что может создать 30 тысяч новых рабочих мест в отрасли. Дано указание по модернизации автобусов, обслуживающих внутренние маршруты в республике Каркал-Пакстан и областях. Стабильному обеспечиванию таких предприятий финансовыми ресурсами. Глава государства коснулся вопроса внутренних дорог, отметив их плохое состояние и недовольство людей их качеством. Подчеркнута необходимость реконструкции 80 тысяч километров внутренних дорог. Внедрение принципа платит пользователь, который широко применяется во всем мире. Определено, что будет объявлен тендер на проект платной автомобильной дороги Ташкент-Андижан, предусматривающий строительство альтернативного туннеля на перевале Камчик. Основными ключевыми вопросами, которые были сегодня рассмотрены на совещании во главе президента нашей страны, были это быстрое и оперативное восстановление транспортной системы. После выхода из карантина в момент пандемии самая уязвимая отрасль стала транспортная система. В связи с этим предусмотрен ряд инициатив со стороны президента в целях поддержки транспортной системы. Предоставлен ряд льгот и отсрочек на налоговые платежи. Также предоставлена определенная сумма в размере 50 миллионов в авиационную отрасль, что, естественно, позволяет на сегодняшний момент поддерживать систему авиационной и железнодорожной отрасли. Со стороны президента указан нестандартный подход решения вопросов, выхода из положения. Даны конкретные указания в определении конкретных векторов направления и выхода из карантинного периода. Было обусловлено и поставлено конкретной задачей. Это в разрезе каждой отрасли предоставить целый ряд предложений, конкретных предложений, нестандартных решений проблемных вопросов, которые могут оперативно поставить на ноги всю транспортную отрасль. Ответственные лица представили отчеты по реализуемым в транспортной сфере реформам.